Почему бы и нет? Таких прям нет, да. Я уже заранее знаю ответ для себя и для предполагаемого альтер-эго. Почему? Не знаю почему. Я это слышу первый раз. Но обстоятельства менялись точно. Как поразительная засветка. Такое, что вообще злобно, да? Среднестатистические жители России. Это подача. Я ее сейчас приму и произнесу эту фразу. На это ответа нет. А вы отрицаете реальность? Корни и щепки. Добрый день. В эфире программа «Тайга.Инфо. Корни и щепки». В студии Александр Баянов и Дмитрий Халявченко. У нас сегодня в гостях философ Михаил Немцев. Здравствуйте, Михаил Немцев. Здравствуйте. Сибиряк. Очень рад еще раз у вас побывать. Да, мы второй раз. Так что, кто не видел первый, обязательно посмотрите. Это была интересная программа. Уже полтора года прошло. Накопилось вопросов. Можем поговорить задово. Накапливаются ли вообще вопросы для философов? Накапливаются. У меня много вопросов к вам. Я уже заранее знаю ответ. Но надеюсь, что услышать от вас. Мы сегодня хотели бы на самом деле поговорить о том, что сейчас происходит в мире. где здесь человек или изменилось что-нибудь за последнее время с ним. С его, не знаю, свободой, восприятием, взаимодействием с уным. Зрителям будет интересно узнать, что мы совершенно не обсуждали тему разговора. То, что сейчас Дмитрий произнес, я это слышу первый раз. Это правда. Чистая импровизация. Они, приглашая меня в студию, скрыли предполагаемую тему разговора. Не знаю, почему. Что-то поменялось. Что происходило с человеком. Ну, говорят, что началась новая эпоха. То есть, вот такие большие слова. Я не знаю. Иногда говорят в связи с пандемией, в связи с Навальным. Я не знаю, в связи с изменением Конституции, в связи, я не знаю, с чем-то. Но что-то происходит. Ну, что-то постоянно происходит, конечно. А что значит менять? Что изменилось? Человек изменился. То есть, ничего не поменялось. А что-то нет. Но обстоятельства менялись точно. Так это же, на самом деле, самый важный вопрос. То есть, многие чувствуют, что вот-вот что-то произошло. А что именно? А степень изменения? Как всегда. Вот это уже предмет для исследования. Вот где? Внутри человека. Внутри человека, я думаю, ничего не произошло. А во его взаимодействии с другими? Ну, мы же, у нас же длинная эволюционная история у человечества. Год, пара лет. Это срок пустой. Все-таки более, что-то меняется только в более длительной промежутке. Ну, знаете, как там пел Михаил Шерщенко. Много знать нехило, но зачем из кожи лезть? Прочти Шекспира, там все есть. И ничего нового не появилось. Ну, что-то, ну, вот вы читаете Шекспира, видите. Ну, вот, они тогда жили, страдали, мучились. Мы теперь живем, страдаем, мучаемся. Декорации поменялись, язык поменялся. Мы же их смотрим на события там у автора, который писал полтысячелетия назад. Ну, как все вот современно. Про актуальность Шекспира. Вот вечно Шекспира продолжают ставить, ставить, ставить. Неоднократно за прошлый год говорили о театре. Да, то есть, и с людьми. Значит, вопрос о том, почему возникают тогда новые интерпретации, новые постановки, почему есть потребность внутреннего человека для актуализации вот той... Вы же говорите, почему есть внутренняя потребность человека к актуализации? На это можно ответить, ну, потому что есть у человека внутренняя потребность. То есть, это основа. То есть, на это ответа нет. Я не знаю, вот вы же, мы читаем стихи, например, они написаны там давно, да, и их читало множество людей до нас. Но мы читаем первый раз. Человек, который ставит Шекспира, он его ставит в первый раз. Хотя он был поставлен тысячи раз до него. Он не может его ставить так, как ставят другие, потому что это творческий акт. Он его не воспроизводит. А поскольку мы живем при других обстоятельствах, чем Король Лир. В Англии сняли фильм недавно с Энтони Хопкинсом, где действие происходит в современной Англии. Там персонажи ходят в камуфляже, такие декорации. Очень, на мой взгляд, очень хорошая интересная постановка Короля Лира. Человек просто берет и ставит спектакль так, как он хочет. Мы не пишем сейчас стихи Александрийским гигзаметром. Если кто-то пишет Александрийским гигзаметром, это особое решение. Кто-то это хочет сделать зачем-то. Мы пишем стихи так, как пишут стихи люди нашего поколения, нашей эпохи. Про то же самое. Но не так, как писали в Александрии. А стихи мы сейчас пишем для того, чтобы читали или для себя? Мы пишем для того, чтобы читали. А вы можете писать для себя. Это совершенно такое искусство написания стихов. Я его называю дешевым искусством. Это просто сделать. Трудно взять и поставить спектакль. Вам нужны актеры, декорации, вам нужны временные репетиции и так далее. Чтобы написать стихи, вам не нужно ничего. Вы садитесь и пишете. Может быть, вы никому не покажете. Но вы вот в этот момент, когда вы пишете стихотворение, вы сделаете вещи. А потом решаете, показать кому-то или нет. Некоторые пишут, чтобы их читали. Но я думаю, что это необязательно. Почему? Потому что сам по себе акт создания стихотворения дает человеку возможность пережить нечто. Так же, как вы берете гитару и поете песню для себя. После этого вы можете запись показать друзьям или опубликовать. Или вы можете, написав стихотворение, предложить его для публикации. Но вы не обязаны это делать. Потому что это разные вещи. Сам творческий акт и публикация. Есть люди, которые пишут стихи и не показывают никого, кроме узкого круга. Это означает, что либо они не заинтересованы в множестве зрителей, пишут для себя и для предполагаемого альтер-эго. Ну, если они стесняются. Отдельный вопрос. Либо для них само написание стихов является самодостаточным действием. Вы не можете поставить спектакль и никому не показать. Если я правильно понимаю, почти невозможно. Но это все равно творческий акт. Да, это творческий акт. Вот вы ставите спектакль, вы переживаете события. Шекспир через вас начинает говорить с современниками вашими. Потому что он не может говорить со своими современниками, а не мертвые. Он говорит с вашими современниками. Ну и, соответственно, получается не так, как его ставили 200 лет назад. Другое дело, что нет зрителя, который мог бы посмотреть 200 лет назад, сидя в театре «Глобус», прийти сейчас, в театре «Глобус», только в Новосибирске сказать. Ну вот в этом, в этом, в этом вот различие. А вообще, если вот про 200 лет было сказано, что-то изменилось с точки зрения желания у людей совершать творческие акты. Я не знаю, а что могло измениться? Получается, если что-то изменилось, значит человек каким-то образом эволюционирует. Если не изменилось, значит либо, опять же, слишком маленький промежуток времени, либо нет. А как вот можно ответить на этот вопрос, в принципе, что-то изменилось? Мы ведь не можем взять человека 18 века, посадить за стол и взять у него интервью. Это наши образы, да? У нас есть какие-то реконструкции, но мы не знаем, как они это переживают. Это понятно. То есть мы все равно живем и смотрим на это, как действительно на реконструкции. Мы читаем текст со своей точки зрения. Ну да, поэтому вопрос, что-то изменилось, ну что-то изменилось. Ну а, например, если посмотреть... Возникли новые возможности технические, например. Вот, да, социальные сети, например, да, то есть как вот как фактор публичности, да, и вот в том числе и публичности творческого акта, да, то есть очень много теперь поэтов, писателей, в общем, и филитонистов и так далее. Да, и будет еще больше. Да, еще больше, да. Так это же хорошо. Ну, нет, никто не говорит, что это плохо. Это не хорошо, не плохо. Это просто, так скажем, действительно инструменты, которые нас окружают, о которых мы незаметно воспользуемся. Я как раз считаю, что это хорошо в каком-то смысле вот техническая цифровая революция последних 30 лет, наверное, да, примерно 30 лет она нам позволила наконец воплотить мечту поколений, чтобы написанный вами текст оказался перед глазами вот тех, про кого вы хотите, чтобы они его прочитали, и множество других людей, да, и иметь доступ к любому, к любой библиотеке в любое время, да, ну, правда, развитие этих технологий чрезвычайно мешает сейчас, конечно, права собственности на текст, но я думаю, что копирайт вот в том виде, какой он сейчас есть, он отомрет, потому что он слишком устарел, он не нужен, да, но в принципе вот мы, сидя в этой комнате, можем оказаться в любой библиотеке, связаться с кем надо, технические препятствия отмерли, и теперь у нас больше, у людей больше возможности, собственно, творить. Теперь, когда мы можем обратиться к кому хотим, возникает вопрос с чем? Что вам есть, что сказать, да, кому вы хотите сказать? И не слишком ли много будет этих говорящих? Ну, конечно, много. Люди получают высшее образование. Вообще говоря, сравнительно недавно люди вообще стали в массовом порядке получать высшее образование. Они хотят заниматься там творчеством, им технологии развиваются так, что у них постоянно появляются новые возможности, новые социальные сети, новые типы монтажных технологий, что угодно еще. И мы вот оказываемся, да, в ситуации, когда все требуют внимания, все хотят говорить со всеми, ну, а почему бы и нет? А если вот, например, как президент США, который с использованием соцсетей вообще обращается в первую очередь к нации и вообще к неопределенному кругу лиц, вот, это же тоже изменение какой-то системы, модели взаимодействия, политики? Ну, какой-то, да. То есть, это тоже самореализация творческая? Нет, ну, да, он такой популист, он говорит, я вот не буду, я президент США, но у меня есть пресс-секретарь, у меня есть пресс-служба, я могу в любой момент созвать пресс-конференцию, я все делать не буду, я буду напрямую обращаться вот ко всем, да, вот там какой-нибудь, значит, сторонник, сидя где-нибудь там, я не знаю, на островах Карибском море, начинает с утра, читает, у него такая близость возникает. Да, такого, конечно, не было раньше. Большевики, там вот как раз революция, социальная революция 20-го века совпали же с изобретением радио, например, да, и вот радио потом, чуть позже кино и телевидение, да, стали медиумом, который позволил политикам обращаться напрямую ко всем. Но желание обращаться к политикам напрямую, и раньше можно зафиксировать, например, там Наполеон Третий, да, самая яркая фигура. У него не было технических возможностей. Да, у него не было технических возможностей. Какие-нибудь крестьяне даже в пригородах Парижа могли и не заметить появление там Наполеона Третьего, да, не знаю, там 100 дней Луи Бонапарта, новости доходили слишком просто. Очень такой серьезный для нас. Но сейчас так уже нельзя. Теперь все включены вот в это. А вот вопрос в селе. Потенциально все. Потенциально. Но не потенциально, а как это сказать, в реальности, да. Вот, например, мы с Сашей обсуждаем уже несколько месяцев один серьезный момент для России. Абсолютно характерно. Следующее. Путин, правительство, Навальный, вся оппозиция, все обращаются сравнительно небольшой части аудитории, которая там не превышает, наверное, 20, максимум 30 процентов населения в зависимости от величины города. То есть вся остальная часть не охвачена уже теперь даже телевидением. Потому что если смотрят телевизор, то люди смотрят не первый канал РТР, а СТС, ТНТ, другую развлекательный контент. Если пользуются интернетом, то пользуются не общественно-политическими блогами или еще чем-то, а получается тоже самое развлекательным контентом. То есть получается, что тогда в реальности не обращаются к большинству населения. Почему? Никто. Ну, потому что это так. Потому что люди совершенно не в курсе, что происходит, не ходят на выборы, не обращают внимания ни на государственную пропаганду, ни на противодействие со стороны оппозиции, ну и так далее. Я не знаю. Это просто такой яркий пример. Вы говорите категоричного. Есть такая категоричная схема. Ну, собственно, социологические исследования более-менее показывают, насколько я понимаю. Хорошо. Вот социологические исследования не могли предсказать взрыв интереса к выборам и участия в выборах Белоруссии летом 2020 года. Какой части населения? Не произошло. Ну, как? Ну, там был массовый поход на выборы. А, вы про Белоруссию, не про Россию, все. В Белоруссии, да. В Белоруссии, да. Да. Вот раз, и это произошло. И оказалось, что у людей что-то накипало, накипало. Есть такие грубые модели, которые состоят в том, что да, вот медиа не покрывает все население. Такое есть. Глубинный народ, который чужд и пропагандии, и контрпропагандии, он там живет своей жизнью. Вы, например, посмотрели сейчас новейший фильм Навального о дворце, да. А, можно на статистику на YouTube посмотреть и все. По 17 минут. К нему очень упрощен доступ. Вы можете практически мгновенно получить доступ к ним, находясь в общем в любой точке страны, да. Вы можете там послать ссылку. Это значит, что люди могут распространять информацию взрывообразно, в режиме реального времени. И поэтому, если они сейчас не посмотрели этот фильм, а посмотрели через две недели, в общем, неважно. Это неважно. Информация вся и распространяется по-разному. Я не уверен, что там оппозиция обращается только, как вы говорите, к жителям городов. Они говорят, ну, народ беднеет. А эти вот. Это очень простой месседж, да, такой простой. Не нужно быть ученым, чтобы понять, о чем идет речь. Они говорят, вас грабят. И мы даже знаем, кто и как. Не просто кто, но и как. Что вы с этим будете делать? Вот вы теперь об этом знаете. Что вы будете с этим делать? Раньше этот процесс растягивался. Нужно было пропаганде насытить население некоторыми, распространить газеты, создать кружки, в которых люди соберутся, будут читать эту искру друг другу. И так, лекции и так далее. И потом оно вот так за годы назреет, а потом раз в какой-то момент всеобщее возмущение может привести к социальным трансформациям. Это в 20 веке происходило не раз. Мы живем в стране, где произошла большая социальная революция. Это нам как бы, как поразительная засветка, мешает смотреть на остальной мир. В мире в это время происходили социальные революции, трансформации. Было много интересных. И там разные были сценарии. А сейчас появилась медиа, которая дает мгновенный доступ. Ну ладно, сейчас они вот не знают. Раз, а через неделю вы вдруг обнаружите, что изменится настроение. И миллионы вдруг узнали. Ну вот вдруг. Помните, это метафора Александра Морозова, наверное, мы его будем сегодня упоминать. Обязательно. Обсуждал, что, кажется, про хабаровские протесты говорил, что это как крестьянская война в средневековой Европе. Сегодня там 200 человек осаждают замок барона, а завтра там 120. Барон может думать, что остальные 80, значит, решили, махнули руку и ушли домой. А просто у них пассивная началась. Они сейчас отсеются, и там вместе с ними придут еще их братья, да, и будет там сегодня 200, там завтра 180, а послезавтра 500 человек, и они снесут замок нафиг. Но если сама по себе проблема не решена, да, которая вызывает... Да, поэтому неважно, ну, глубинный народ, мифологический глубинный народ, да, он может быстро какую-то информацию получить, усвоить и изменить свое поведение. В Беларуси мы видели, это произошло быстро. Раз. В Хабаровске это тоже произошло в свое время быстро. В Шиесе. Ну, там же не было никакой глобальной информационной компании, да? Ну, в Шиесе там все-таки еще были группы, хорошо сплоченные группы экологов, довольно-таки своеобразные экологические секты, я в хорошем смысле этого слова, да. Ну, то есть у них была внутренняя такая в закрытых аудиториях подготовка, это довольно большие аудитории. В Хабаровск, конечно, более стихийные. Как бы хорошо не были мотивированы маленькие закрытые группы, они не могут повести за собой множество людей, которые раньше не участвовали в их деятельности, в их активностях, да, если эти люди не почувствуют каким-то образом необходимость идти за... Ну, это понятно. Поэтому, а информация распространяется при этом вовсе даже не по телевизору. Непонятно другое. Вот, соответственно, вся теория средств массовой информации весь 20 век, пока у нас не было интернета, она говорила о том, что принципиально важный момент это репутация, да? Ну, то есть аудитория, репутация СМИ и так далее. То есть сейчас получается в условиях возможностей для распространения информации. Каждый может быть СМИ, казалось бы. Да, и тогда вопрос, исчезает ли куда-нибудь тогда во всем информационном пространстве репутация, качество каким образом меняется, и меняется ли из-за этого отношение людей к информационным потокам? По идее, да, вопрос как? Никто же не знает этого. Это ведь самый такой передний край. Человечество ведь не знает. Конечно, в том-то и дело. Как быть с репутацией? Мы не идем по какому-то проторенному пути, да? Это как раз самое новое. Это что-то новое. Можно это осмыслять, можно пользоваться. На самом деле, вот я не знаю, для меня лично это большой вопрос, что происходит с репутацией. Раньше была связка между аргументом и подписью. То есть я должен принять на веру некоторый аргумент, потому что он подписан авторитетным источником. Это такая культурная конвенция. Мы верим тем, кому мы доверяем, потому что мы знаем, что они не скажут неправды. А сейчас вы в этом мире получаете ситуацию, когда люди равного авторитета отставят противоположные вещи, и вы получаете альтернативный факт. Человек говорит, люди ходят на боках, а тот говорит, нет, люди ходят на ушах. А вы имеете, вы вольны выбрать того, кто считает, что люди ходят на боках, или того, кто ходит на ушах, на ногах. И, в общем, можно даже не разговаривать с теми, кто выбрал противоположные мнения. Здесь репутация есть, здесь репутация есть, и здесь репутация есть. И это означает, что репутация из такого фактора подтверждения перестает быть фактором, фактором, влияющим на принятие решений, кому верить. Значит, есть какие-то другие факторы. Например, эмоциональная склонность, перспективы. Условно говоря, в Америке это много обсуждают, поскольку там все дело хорошо изучено и описано. Люди продемократические склонны принимать определенного рода информацию и отсеивать все остальное. То же самое можно сказать про людей прореспубликанских. Иногда идеология, иногда бытовая предвзятость. Здесь есть авторитеты. Некоторая предрасположенность, которая формируется в течение жизни и на основе жизненного опыта, называется она убеждениями. И вот у людей есть убеждения, эти убеждения позволяют им в информационном потоке вырезать некоторые долины и по этим долинам идти. А раньше-то была идея, что можно убедить, можно привести аргументы и авторитетный человек может привести такие доводы, что некуда деваться. Сейчас можно просто махнуть рукой и сказать, этому я не верю, этому не верю. Убеждения или ценности? И аргументы или факты все-таки? То есть здесь же тогда более серьезный вопрос. Ну, факты ведь, они сами по себе не имеют ценности, пока они не встроены в интерпретацию. Не встроены, это понятно. Но вы очень точно заметили, что получается, что можно предположить, что люди ходят и на ушах, и на головах. Это будет как будто бы факт с точки зрения массы. Это очень важно. То есть если до этого, в принципе, когда дискуссия шла в определенных профессиональных группах и только потом выходила, и выдвигались теории, которые хотя бы не противоречат имеющимся фактам, то есть приводятся аргументы, которые базируются на подтвержденных фактах. То есть теперь, соответственно, предлагается огромное количество фактов, которые не имеют отношения, казалось бы, к реальности, начиная от безумия типа плоского мира и заканчивая, я не знаю, чем угодно, про сионистский заговор. Это радикальный пример. Но они все равно существуют. Достаточно открыть одноклассники, и мы увидим, что они на равных действуют с любыми научными концепциями. Они радикальны. Но вот ведь есть же менее радикальные, более сложные проблемы. Например, эффективность карантинных мер. Есть теории, подтверждающие, что карантинные меры эффективны для снижения числа загружений. Есть теории наблюдения, которые подтверждают, что нет, вирус распространяется по своим законам, они нам еще малоизвестны. И вот традиционные карантинные меры, разработанные против бактериальных инфекций, ну вот они неэффективны. И вот вы расходитесь. Потому что из одной перспективы следуют определенные социальные, политические, экономические выводы. Из другой следуют другие. Социальные, политические, экономические выводы. Было же представление о том, что это нагрузка на систему здравоохранения. Это совсем другая. Это вопрос тоже приоритетов, кто, какую задачу, серьезность. Много разных факторов, да, я говорю, вот пример. Или там можно обсуждать, не знаю, идут дискуссии, определенные меры, налоговые меры, они эффективны или неэффективны. И есть доводы как раз, да, что совершенно верно. Это не плоский мир. Это вот именно ситуация расхождения двух или трех теорий, каждую из которых можно аргументированно доказать. Потому что слишком много людей ими занимаются, и поэтому на этой стороне и на той стороне есть авторитеты. Смысл авторитета и авторитетности меняется. А как, еще неизвестно. Еще неизвестно, да. А как будет меняться в этой ситуации неизвестной коммуникация? То есть, получается, тогда глубина, степень и взаимопонятность, не знаю, коммуникационных моделей, она тоже меняется. Ну да. То есть, получается... Как выражается социолог Рэндалл Коллинз, погружаемся во тьму настоящей? Неизвестно, мы не знаем, да. Ну вот, недавно, вот буквально в России, да, мы видели ситуацию, когда блогер, блогер, да, путем там многолетней систематической работы пришел к тому, что пресс-служба президента вынуждена идти вслед за ним. Он создает для них повестку, а они делают вид, что этой повестки нет, и само это умолчание становится как бы заметным, да, ну, тем, кто наблюдает. Отдельно взятый человек может бросить вызов огромному государству. Успешно. Вот, как бы, в информационном пространстве. Можно сказать, что да, был же Герцен, ну вот был Герцен, да. В этом смысле... А, кстати, это вопрос много ли изменений, да? Мы же находим в прошлом аналоге, да? Вот. Но на это можно сказать, что, ну да, Герцен был, но Герцен-то много лет работал. И как... Сколько реально людей в России при Герцене знали там о существовании Герценова? Вопрос. Но сколько из тех людей, которые, в принципе, интересовались этими вопросами, знали, тому же этот процент будет невероятно высокий. Ну, наверное, да. Ну, то есть это вопрос как раз охвата аудитории, то есть, грубо говоря, акторов. 20-й век все-таки сделал подавляющее большинство людей в какой-то степени акторами социально-политических изменений, а не просто крестьянских войн, наверное, да, все-таки. Они на выборы, вы имеете в виду... Хотя бы на выборы приходят, да, ну то есть... Или не приходят, да. Или участвуют хоть не только про Россию, говорим, да, то есть в гражданском обществе. Тогда еще все-таки... То есть констатация. Новые информационные условия создают новые, как... На основе новой информационной революции и последней из технологических революций, которые мы прошли, да, и массово образованного общества. А сейчас будет все больше людей и все более изощренно образованных, получивших разные типы образования в разных образовательных средах. Так что само понятие образования как бы размывается. Мы оказываемся в новой ситуации, контуры которой еще даже не наметились. Мы можем только выхватывать отдельные события, появление такого-то блогера, публичная политика вот такого-то президента, ну и так далее, какие-то скандалы. Через какое-то время найдутся люди, которые это сошьют, начнут сшивать в определенной глобальной концепции, ну как это обычно бывает. В 60-е был там МакЛюин, я не знаю, ну и так далее. Разные появляются... А не существует тут рисков, что вот как вы сказали, да, базируясь на истории США, аудитория демократической партии склонна верить определенному набору людей, определенным моделям взгляда на мир. У республиканской та же самая история. То есть они как будто бы в некоторой степени расходятся. Вопросы коммуникации и даже того языка, на котором они говорят, они становятся все более проблемными. В США это самый яркий пример, может быть, потому что они в этом плане первопроходцы, остальные еще не дошли до этого. Потому что они очень подробно, очень тщательно рефлексируют каждый шаг. Постоянно, да. Ну вот, но получается, что эта система взглядов, участие аудитории демократической партии, участие аудитории республиканской, довольно большой части, она идеологизирована. То есть готовы ли они будут все-таки между собой коммуницировать, или для этого нужно какое-то потрясение реальности? Не знаю, какое-то потрясение реальности для них. Ну, наверное, если там посреди Америки упадет метеорит и уничтожит пару штатов, мы рядом с этой проблемой, многие другие померкнут. Вы это имеете в виду? Нет, я имею в виду хоть какое-нибудь потрясение, не знаю, что-нибудь. Или все-таки вопрос, не стоит ли риск перед обществом Земли, на примере американского, что вот люди будут расходиться по разным группам, которые думают практически на своем языке, в своей системе координат, со временем будет очень много вот этих направлений. То есть мы потеряем проблемы коммуникации. Ну да, раз они расходятся. То есть прямо вы считаете, что риск такой есть. Я просто объясню, почему я пытаюсь этот вопрос так подробно задать. Вот, например, я как какой-никакой историк, я вижу, что экстраполяции каких-то текущих тенденций никогда не дают результата в будущем, скорее всего. Ну то есть там была огромная дискуссия о мультезианской ловушке. Скоро людей станет так много, что нечего будет есть. То есть там куча, скоро кончится нефть, и все умрут. Ну это экоситилиспарибус, то есть при прочих равных условиях. Да. А получается, что они всегда... Мультезианской ловушке отменила аграрная революция. Совершенно верно. И все практически вот эти вызовы отменяют какие-то новые явления. Я как раз вот о этих новых явлениях. То есть современный тренд скорее показывает, что да, будут расходиться до бесконечности. Вот. Но что-то может же произойти. Вопрос, что может произойти? Или это просто совсем уже абстрактный догад. Посмотрим. Ну, конечно. А что может произойти? Ну, есть глобальные риски. Может произойти все, что угодно. Да, может произойти все, что угодно. Метеорит может упасть. Там возникнет новый вирус. Такой, что вообще злобный. Ну, как обычно в постапокалиптических фильмах бывает. Посмотрим. Но как бы всегда же расходились. Никогда не было единства человечества. Потому что когда была идея единства человечества, из этого единого человечества, часть человечества была по умолчанию исключена. Большая. Потом вдруг оказалось, что вот эта вот исключенная часть человечества, у них там свои мнения, они о них могут заявить, даже потребовать внимания к себе, учета своих интересов. И, в общем, в 20 веке число голосов постоянно увеличивалось. Прошел пас из деколонизации, прошел феминизм, появились новые медиа. Американская и прочая западная академия предоставила право голоса, дала возможность говорить тем, кто его раньше не имел. И там обсуждали, как и зачем это делать. И вдруг оказалось, что человечество это не едино. Что есть неснимаемые антагонизмы. Да, там марксисты говорили о классовой борьбе. Есть классовая война, есть там много чего. Антагонисты и антагонизмы есть. Но иногда с ними люди не справляются. Начинаются войны. Ну, как кто-то сказал, война это способ решения многих проблем. Ну, да, да. Пока вот как-то справляют. Ну, в большинстве случаев справляются. ООН, созданная в свое время для того, чтобы объединить нации, пример того, как человечество может попытаться создать некоторый наднациональный координирующий орган, который худо-бедно, но как-то вот с этими антагонизмами работает. Не военными методами. Ну, вторая уже попытка в истории и более продуктивная, Ну, гораздо более продуктивная, если вы имеете в виду регунация. Регунация, конечно, да. Даже, может быть, не вторая, потому что был Венский конгресс, да, в 19 веке. Венский конгресс был совершенно с другой целью. Венский конгресс как бы имел цель ублести интересы государей и блюл их какое-то время. Это другое. Ну, я думаю, что с точки зрения Веймарской республики в Германии, в Версальско-Вашингтонской системе тоже была направлена на то, чтобы блюсти интересы победивших держав, а никак не жителей Веймарской Германии. Это тоже вызвало большое количество проблем. А вот это интересный вопрос. Он имеет отношение к происходящему сейчас в России. Многие ведь видели этот сериал «Боби ван Берлин». Недавно сейчас идет, да, и это как раз действие в Веймарской Германии. И если кто-то обратил внимание за детективным сюжетом, там противостояние, грубо говоря, людей, которые считают, что Германия должна возродиться любыми методами, да, а возродиться, это значит, прежде всего, увеличить военную мощь. И теми, кто считают, что Германия должна быть цивилизованным государством, соблюдать договора, и вот это вот их возрождение, есть криминальная активность, прежде всего. Ну, первые исторически потом пошли, значит, создали консервативную революцию. В этом фильме где-то пьют за консервативную революцию, да, поднимают тусты. Это не просто так. Кто-то из них там потом лег в снегах Сталинграда навсегда, да. Ну, а те, кто считал, что Германия должна оставаться приличным государством, соблюдать закон, ну, мы же проиграли войну, да, мы должны принять меры, чтобы новой войны не было. Кто-то из них потом принял победивших консервативных революционеров, кто-то просто задохнулся там в газовых камерах и так далее, ну, кто-то эмигрировал. Не смогла. Ну, можно же себе, наверное, представить, что если бы не было экономического кризиса, Веймарская республика вот в тех предложенных ей условиях могла бы существовать, да, и вполне бы история Европы пошла другим путем. Можно себе такое представить? Можно представить. Может быть, можно. Если бы, да, мы начнем перечислять, не было бы там Великой депрессии, да. Великой депрессии, не было бы Коминтерна, ну, с его активностью, не было бы того-сего. Может быть. Тогда оказалось бы, что Лига наций не нужна. Потому что вот есть прецедент. Была Первая мировая война. Первая мировая война закончилась поражением агрессивной стороны. Одной, да, из агрессивных сторон. Она признала это поражение и решила, что теперь мы будем жить и решать вопросы не военным путем. Можно себе такое представить. Вот. То есть был прецедент хороший. Вот. Почему это имеет отношение к России? Мы же видим сейчас тот же самый спор. То есть должна быть Россия обычным игроком на, так сказать, мировых, на мировой карте, да, соблюдать договора, уважать соседей и так далее. Или же у нее свои интересы и она их должна преследовать. И она вообще очень необычная страда. Там, где она может их преследовать законно, там законно. Там, где незаконно, там как угодно. Это, в общем, та же ситуация, которая показана в фильме «Бабилон Берлин». Там такой комикс. Идея-то за этим, идейная борьба за этим стоит очень нешуточно, не комикс. То же самое, в общем, можно сказать, в глобальных масштабах. То есть должны люди жить по правилам. Либо мы в ситуации гопсовской анархии. И то сильнее в конечном итоге тот и определяет правила игры. ООН была создана как попытка все-таки сделать так, чтобы люди жили по правилам. Да, была создана победителями. Но эти победители, в общем, отказались от идеи изнасиловать Германию еще раз по полной. Они как бы создали такие условия, чтобы Германия возродилась. Она действительно возродилась. Разработали протокол включения в ООН всех желающих наций. И типа давайте найдем способ мирно сосуществовать. Сейчас, видимо, этот период походит к концу. Ну, это, кстати, очень интересная дискуссия, как раз малоизвестная с 44-45 года. Разница между планом Аргентау и планом Маршала. То есть, что это все-таки более жесткое повторение первой мероприятии. А вот вы расскажите под камеру, о чем я отвечу? Нет, отдельно как-нибудь расскажу. Может быть, статьи, скорее, будем публиковать на эту тему. Ну, вот сейчас человек вот там, смотрите, за камерой, человек задумался. Ну, а кто такой Маргентау? А Маргентау – это очень интересная, важная фигура. Я думаю, если вы расскажете, несколько минут уделите ей. Это будет для всех хорошо. Министр финансов, секретарь по финансам американского правительства, который в 44-м году предложил систему послевоенного устройства Германии, по которой Германия прекращает свое существование. Значит, полностью деиндустриализируется, значит, превращается просто в аграрную территорию, находящуюся в постоянной оккупации. Как вопрос исключить в будущем любые риски? Вот. С этой точки зрения план Маршала, который пришел ему на смену, скорее был более рискованный. То есть, дадим возможность, попробуем, поэкспериментируем. Вот. Ну, то есть, и он тоже, план Маршала, на самом деле, его реализация до сих пор вызывает явно много споров в Италии, с которой Александр лучше меня знаком. До сих пор навязывание американских ценностей воспринимается, как они это считают. Почему нам экономическую помощь продали в нагрузку к ценностям к американским. То есть, это до сих пор вызывает огромное возмущение. И риторика Лиги Севера до сих пор, вот именно на современной Лиге Севера, не той 90-х годов, на этом базируется. Я бы, на самом деле, если про период как раз Первой-Второй мировой войны, я бы, на самом деле, сейчас предложил вам порассуждать о таком вопросе, тем более, что он для вас в какой-то степени близок. Значит, Османская империя, геноцид армян, да, греков-каппадокийцев, езидов, ассирийцев, да. И недавние события, получается, связанные с Нагорным Карабахом, с Арцахом. Там Азербайджан, Турция, Турция, которая, в отличие от Германии после Первой мировой войны, в общем, ее решили не наказывать, стало уже всем скучно и неинтересно к какому-то моменту. И она в определенной степени закуклилась в признании или не признании каких-либо событий собственной истории. Что сейчас тогда происходит в Турции, которая, казалось бы, включена во все мировые процессы? Я не знаю, что сейчас происходит в Турции. Просто я не слежу за событиями в Турции. Ну как, после войны ведь был сербский мир, по которому Турция должна была быть разделена, создана несколько национальных государств. Но произошло великое национальное собрание, гражданская война. Произошла революция, прямо скажем, младо-турецкая, которая отказалась. Не младо-турецкая, а кемолистская. Кемолистская, да. Кемолистская революция. Новое государство отказалось. Они переучредили Турцию и отказались соблюдать условия сербского мира. И, в общем, я думаю, что у них были для этого основания. Потому что если бы они их начали соблюдать... Это была бы Германия. Это была бы территория, на которой несколько молодых национальных государств решали бы свои вопросы за счет ослабленной Турции и, в общем, постоянно бы между собой воевали. Что, в общем, наверное, едва ли было бы лучше для населения этих территорий и так далее. Потому что кемолистская Турция была в то время дружественным всем соседям государством, да, которая даже не вступила во Вторую мировую войну, хотя ее на это дело науськивали немцы. Да, она вступила в войну в 45-м году. До этого была нейтральным государством. В феврале или в марте объявила войну. И, в общем, они как бы успешно занимались, выдерживали линию, ну, такого формального добрососедства. Там, конечно, есть разные вопросы, да, но не у меня, но в принципе, да, насколько добрососедство было добрым. Но, тем не менее, да, это та Турция, которая получилась после кемолистской революции, возможно, была более эффективным государством, чем вот тот конгломерат государств, который должен был быть образован после сербского мира. Это интересный вопрос. Себрышки против лозанского мира. Да, 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 это вопрос, интересный вопрос, да, об исторических альтернативах. Я так понимаю, что в Карабахе там ведь ситуация, проблема в чем? Проблема в том, что Нагорный Карабах юридически, да, юридически находится на территории Азербайджана. При этом на Нагорном Карабахе есть население, которое было там всегда. Это люди, которые там выросли, их дома, да, и их истории, они там жили. К ним как бы, они никогда не приходили в Азербайджан. Азербайджан к ним пришел там в силу особенностей исторического деления территории во время распада Российской империи и оформления Закавказской Советской Социалистической Республики, которая потом разделилась на три Советские Республики. Это такой давний конфликт, как бы давний этно-территориальный конфликт, который имеет много шагов в истории. Существование этого населения, как оно себе представляет, существование их на территории Азербайджана несовместимо. В Азербайджане нет места армянам Нагорного Карабаха. Это означает, что то, что там, скорее всего, сейчас будет происходить, называется, в общем, словами поселенческая колонизация или поселенческий геноцид. То есть Азербайджан будет создавать условия, чтобы армяне исчезли. Вытеснение еще бывает. Вытеснение, стирание истории, лишение голоса и так далее. То есть они не могут продолжить дело, то, чем занимались турки сто лет назад, но они будут создавать все условия для того, чтобы армяне Нагорного Карабаха исчезли. А армяне Нагорного Карабаха будут, соответственно, как-то этому противостоять. Посмотрим. Но это все верно. С этим я думаю, что мало кто будет по-настоящему спорить. Вопрос в том, что это достаточно распространенная модель взаимодействия. Есть Шри-Ланка, где там тамилы, сингалы, вытеснение тамильского населения. Есть Израиль, где куча претензий такого же плана. Насколько они обоснованы и нет, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, они присутствуют. Есть теперь Донбасс. Огромное количество. Там другая история, но это все-таки территория с огромным количеством беженцев. Как бы есть разные истории у разных территорий. Одни похожи, другие совсем не похожи. Вопрос-то с Карабахом, с Арцахом следующий, что он напрямую упирается как раз в события 100-летней давности, которые как раз ни в мировом праве, ни в публичном массовом сознании не устаканилось. То есть до сих пор является ситуацией спора, либо отрицание существования самой проблемы, как это происходит в Турции. И вот эта идеологическая составляющая, она сильно выходит за рамки Армении, за Кавказье. И риторика Эрдогана, например, по сути, которая реанимация Османской империи, то есть халифата и так далее, это же очень серьезные какие-то моменты, которые что-то изменяют в мире, наверное. Ну да. Ну так известно, что существует конфликт двух фундаментальных принципов мирового права. Принцип соблюдения права на суверенитет и принцип национального самоопределения. И там этот конфликт в ярчайшем виде написан. Об этом в документах ООН, в резолюциях ООН, связанных с, как это называется, Минский процесс, в документах Минского процесса. В общем, если их читать, документы, на которые ссылается Азербайджан, заявляя о своем международном праве. Но если их читать, там этот принцип вполне, этот конфликт вполне четко зафиксирован. Люди не видят для себя места в этой стране. И эта страна им это место не предлагает. Вы видите, что они выпускают почтовые марки, где военнослужащие изображены в виде людей, занимающихся химической дезактивацией местности. И понятно, что они дезактивируют Нагорных Карабах. Ну, такая вот вполне себе старая нацистская дегуманизация. Смысл этих знаков понятен. Риторика государства понятна. Этим людям места там нет. В то же время мировое сообщество, как обычно, считает, что соблюдение национальных границ – это способ избежать войн. Не надо делить, проводить новые границы, двигать старые, потому что это всегда чревато мощным кровопролитием. Но так тут и есть кровопролитие. Поэтому эта проблема не решается, Нагорного Карабаха не решается с 90-го года. Ну, там, с 89-го даже года, когда начался процесс. Тогда еще объединение Нагорного Карабаха и Армении, а потом уже создание такого квази-независимого государства, республика Нагорный Арцах, Нагорный Карабах. Мы сейчас видим уже там пятый или шестой акт этой драмы, которая непонятна без предыстории. Ну, да. Ну, сейчас просто это более ярко. Впервые за 30 лет, наверное, так ярко. Ну, чуть меньше. Ну, да, потому что там было несколько военных эпизодов, на которые там вообще никто не обращал внимания, кто не следит за этой темой специально. Ну, а вот эти вот моменты, которые возникли, вышли на первый план снова с расчеловечиванием, с исчезновением страха перед геноцидом и его практиками. Ну, то есть, это что-то новое или, в общем, мы просто не обращаем внимания. С исчезновением у кого? Рамяну никогда не исчезал. Я про всех, кто смотрит на это со стороны пока. А те, кто смотрит со стороны, им в общем... У россиян, например. Для россиян события в Закавказье, для Закавказья, это как бы третьестепенная тема вообще. Тут я могу сказать, что большинство россиян, на мой взгляд, действительно равнодушны. То есть, это где-то там в новостях проходит сообщение. А Белоруссия, да, вот события в Белоруссии цепляют. События в Вашингтоне цепляют, и потому что Россия смотрит на Америку как в зеркало, и потому что, действительно, кто будет капитаном земли, это важно. А что там происходит, понимаете, где это вообще? А почему Белоруссия цепляет, как вы думаете? Потому что Белоруссия, я думаю, во многом воспринимается как часть, не политическая часть России, но как белорусы почти наше было. И культурно, и, ну, вот Минск, там, в общем, как бы Минск не так далеко от Москвы, вообще говоря, да. До сих пор Белоруссия и Украина для многих людей это действительно вот части их страны, не политической части. Они даже уважают, ну, как сказать, уважают суверенитет государства. Да, Белоруссия и Украина это отдельное государство своей исторической судьбой, потому что тех, кто не считает их отдельными государствами, вообще за пределами, да. Ну, я имею в виду, да, мы в разных странах живем, но мы же, как бы, родственные какие-то культурные, языковые, там, интеллектуальные связи, они вот, они очень сильные. Поэтому то, что происходит в Белоруссии, в каком-то смысле происходит, и вот с нами тоже. Ну, и может быть, события в Белоруссии, в отличие от событий в Карабахе, люди могут переложить на Россию. То есть представить, что это может быть здесь же. Да, да, там в Карабахе, там такой архаичный все-таки конфликт, да, этнический. А здесь очень современный конфликт. Выборы, Мария Колесникова рвет паспорт, идет, значит, в сторону там, да, своей страны. Президент бегает с автоматом по пустому дворцу. Это все очень понятно. То есть то, что происходит на Кавказе, это такое начало 20-го века, да, 20-е годы, 20-го века. Вот у них была война тогда, ведь в Закавказье было три национальных государства, которые воевали друг с другом. Ну, конечно. Да, и вся их недолгая история связана с войной. Азербайджан против Армении, Армения с Грузией и так далее. И там эти конфликты в каком-то смысле до сих пор не разрешены. Вот пришла советская армия, все это дело захлопнуло, потом ушла советская армия и опять продолжили. Вся дискуссия оружием решилась по модели «Экс-машина», да? Не, она просто решилась так, что пришла сильная армия и проведение границ началось не путем войны между армянами, азербайджанцами, грузинами и так далее, а другими методами. Путем сложных политических, дипломатических согласований между региональными центрами и народными комиссариатами в Москве. По-другому. Почему более резкий переход? А сейчас они раз и вернулись туда же. Это ужасно, это ужасно. Резкий переход. А почему в Америку смотрим как в зеркало? А вот это такой интересный вопрос, который ведь очень многие с давних пор изучают, да, вот там в девятнадцатом веке уже Америка была. Когда отношения с Америкой были прекрасными, Иван Курилло про это очень много и хорошо пишет. Потому что делить диплом нечего. Потому что исторически американцы вызывали у русских симпатию, а русские вызывали симпатию американцев. Они говорили, два режима, две страны, но один дух. В общем, вот было такое чувство совместного притяжения. Американцы, отменяя у себя рабство, кивали на русский пример. В общем, ситуация начала меняться где-то в конце девятнадцатого века, когда Кеннон и другие стали обсуждать Россию как страну такого жесткого деспотизма, который должен быть противен настоящему республиканскому духу. Плимутский мир особенно в массовое сознание это вывел в дискуссию. Даже раньше, когда Джош Кеннон ездил с лекциями о сибирской ссылке по Америке, возникло, действовало общество друзей русской ссылки и так далее. Ну, а потом уже пришел двадцатый век, когда Америка, в общем, трижды, прямо скажем, спасала Россию, Советский Союз от больших проблем, от голодной смерти, от поражения в войне и так далее. Можно сказать, что в своих интересах. Но вот, тем не менее, я помню гуманитарную помощь, продовольственную в сибирских, в том городе, где я вырос, в девяностые годы. Россия очень связана с Америкой, он на нее смотрит. И люди осознают это. Да, и как бы для нас, для нас, для Россиэнда, Америка это как бы такая заграница с большой буквы, такая заграница вообще. В девятнадцатом веке такое было, наверное, Франция и Германия, а сейчас вот Америка. То есть, когда говорят Запад, подразумевает Америку, что они там, как они там. Ну, и объективно, ведь очень важную роль в международных отношениях играет личность президента Соединенных Штатов. Ну, так получилось. Человек, занимающий эту позицию, он может некоторые конфликты решать, некоторые усиливать. Он точно будет услышан в любом случае. Он будет услышан, да. Он, вообще говоря, у него есть много разных возможностей. Нельзя сказать про президентов многих стран. Понятно, что мы зависим от того, кто будет сидеть в Белом доме. Это объективная зависимость. Не то, что мы должны как-то от нее освободиться. Невозможно освободиться, сравнивая ВВП России. Ее нужно признавать как реальность. Да, это реальность, с которой можно работать. По тому же, как вы говорите, конфликтов нет. Ну, таких вот прям. Таких прям нет, да. Пограничных споров или там какой-то экзистенциальной несовместимости. Идет бурная, жесткая дискуссия. На самом деле, с разными методами. Оказывается, что там, где у России, у Соединенных Статов общий враг, они вполне находят язык на что-то. В Сирии есть военное сотрудничество. В Афганистане есть военное сотрудничество. Ну, не плечом к плечу. Ну, в общем, понятно, что эти разногласия меркнут перед лицом. Вот настоящие проблемы. В годы Второй мировой войны, да, Америка, которая долго не имела дипломатических отношений с Советским Союзом, вдруг вот они сумели найти общий язык, создать Атлантическую лигу, да, и тысячи этих оклахомских и висконсинских парней, в общем, погибли в холодных водах Северной Атлантики, доставляя стратегически необходимые грузы в Россию, да. Хотя, в общем-то, они могли бы этого, ну, так вот, могли бы не делать, потому что не факт, что Америка вступила бы в войну с Германией, даже вступив в войну с Японией. Там, ну, так, я так, опять же, набрасываю, да, гипотезы. Ну, вообще говоря, так вот, сказать, зачем они это делали? Они это делали, потому что они считали что-то необходимое для общей победы. Я думаю, что, да, Россия и Америка, в общем, они скорее должны дружить. Но не в жанре вот там, типа, как, помните, вот этот демотиватор, на котором изображен, значит, Шариков из известного фильма, она говорит, дружить теперь с Америкой будем, да, миром вместе управлять. Не это, но, как, сотрудничество вполне возможно и естественно. Другое дело, что кремлевские старцы, как бы, именно потому, что Америка – это заграница с большой буквы, да, они на нее смотрят как на врага, они не понимают, как так. Так вот вопрос получается, только кремлевские старцы вина и причина того, что мы отрицаем в какой-то степени вот эту реальность, в которой мы здесь сидящие, хорошо. Разве мы здесь сидящие отрицаем реальность? Вот вы отрицаете реальность? Я не отрицаю, и вы не отрицаете. А вы отрицаете реальность? Я стараюсь всеми силами, но ничего не получается. Так мы не отрицаем реальность. Вы определите, когда вы говорите «мы» – это кто? Среднестатистические жители России, представители глубинного народа и той тусовки, которая следит и за Путиным, и за Навальным. А я не знаю, они правда отрицают реальность? А вот вопрос, потому что, соответственно, вот проблема Ленд-Лиза, она, тем не менее, отрицание роли Ленд-Лиза в истории страны, она не маргинальна. Ну, она маргинально содержательна, но не маргинально статистически. То есть очень значительная часть населения не понимает, не знает, отрицает. То есть это есть, получается, такой факт общественных настроений. Понятно, что долгое время в нашей стране существовала традиция, ну, такого пренебрежительного отношения к Ленд-Лизу. Вы читаете суперпопулярный в свое время Рекиум Караману ПК-17 Куля, да, вы видите, что союзники, они вот еще хуже нацистов. Потому что нацистов понятно, чего ждать, а союзники эти вот, они какие-то вот. Вот это вот такое отношение, типа, помогли, да, но вот как-то вот тут. Не, ну, в то же время берешь, открываешь мемуары, например, адмирала Кузнецова, и он с восхищением просто пишет про этих настоящих моряков, которые в таких опасностях, что и не решился бы практически никто, а тут люди просто преодолели, ну, открытым текстом в опубликованных мемуарах. Ну, хорошо, это делает ему честь, да. Ну, вот есть такая традиция, у него есть инерция. Большинство людей, конечно, про Ленд-Лиз знают только, что он был. Меня эта сильная тема интересовала, я поэтому его вот как-то вот и упомянул. В принципе, там, известно, ну, вот был какой-то там какие-то поставки, да. В чем они состояли, зачем, почему вообще была в них необходимость, неизвестно. А инерция пренебрежительного отношения, она тянется с прошлого. Она будет тянуться, как известно, инерционное движение продолжается, пока не встретит силу противодействия или там, как это называется, физики, да, или не затухнет. Оно постепенно затухает, потому что война и память о войне уходит постепенно, да, ну, это неизбежно со сменой поколений. Либо она будет каким-то образом изменена, когда вот кто-то возьмет на себя задачу долго систематически рассказывать россиянам Олен-Лизе о том, что такое было, зачем, да, как это все происходило, там, показывать фильмы, снимать фильмы и так далее. Я не думаю, что сейчас кто-то за это может взяться. Это не первостепенная задача. Архангельский скорник, он же сейчас снимает фильм, да, правда, про другую гуманитарную интервенцию, во имя голода, вот. А, ну, прекрасно, хорошо, но таких фильмов должно быть много. Да, более того, они, там был сбор средств на планете, да, и они собрали на этот фильм, это просто очень-очень... Да, я не знал, ну, хорошо, ну, это очень хорошо, да. Но таких, как бы, разовая акция не решает делать, да, нужно массовое воздействие. Пока все-таки Ленд-Лиз не является ключевой проблемой российской истории, да, и о нем так мало кто думает, говорит, и есть более болезненные вопросы. А вот текущее взаимодействие с Соединенными Штатами, да, то есть они являются, наверное, болезненными, ну, потому что это вопрос все-таки не только будущего, но и просто настоящего существования страны. И здесь проблема только в том, что есть калининовские старцы, которые исходят из каких-то идеологических либо шкурных побуждений, либо все-таки они выражают взгляды, интересы очень значительной части общества. Из ментальных исходят, я думаю, из схем в учебниках научного коммунизма и исторического материализма, там, 60-х, 70-х годов, по которым они учились в свое время и выучились, сдали на экзаменик, заполнили. Там борьба двух систем, разного рода антагонизмы, противоречия, загнивающие мир буржуазии и так далее. Конечная победа, значит, с светлой стороны. Эти ментальные схемы, если вы берете учебники по обществоведению 60-х, 70-х годов, читаете, а потом читаете то, что эти кремлевские старцы говорят в интервью, вы видите, вы видите. Это, в общем, одно и то же. Их хорошо научили там, где они учились, в юности. Они всю жизнь так и действуют. Эта схема не имеет отношения к реальности. Она не то, что ее вытесняет, она просто такая... Параллельно существует. Она параллельно существует, да. Так же, как параллельно с реальностью существуют плоскоземельцы. Плоскоземельцы могут существовать параллельно, потому что, в общем, от их отношения, они же не брезгуют с самолетами. Это не влияет ни на мировую политику и экономику. Да, это ни на что не влияет. Точно так же человек, который там живет в глубинах России, в общем, может думать об Америке что угодно или не думать ничего. К его повседневной жизни это не имеет отношения. Когда приезжают социологи из столицы и спрашивают мнение об Америке, да, ну, они получают какой-то результат. Ну, в общем, я думаю, что... Я честно полагаю, что для большинства людей ситуация в Америке или в Армении – это предмет такой общекультурной эрудиции. Они посмотрели передачу по телевизору, да, ну, там шоу. Шоу, да, у них там что-то про Америку, но с их повседневностью это не связано. Поэтому, ну, да, можно это обсуждать, но как бы не так, не очень всерьез. Не всерьез. Да, мы же можем говорить про плоскоземельцев, про планету Нибиру, да, и мы таки сидим просвещенные, знаем, что там конспирологические теории – это за гранью, но так вот поговорить мы можем. Извлечь из них там некоторые ментальные схемы. Вот, не знаю, Томич Илья Яблоков издал замечательную книжку «Русская теория заговора», да, классифицировал, проработал объем этой литературы очень. Он показал, как работает мышление вот на этом материале. Мы можем обсуждать, как работает мышление на материале, как в нем формируется образ Соединенных Штатов. Вот. Вот вы, Дмитрий, делаете очень важное дело, вы жителям Новосибирска рассказываете про Америку. Я понимаю, что вы там прочитали много книжек, вам было интересно, теперь вы из них сделали абстракты такие и пишете статьи вот на тайге «Инфо» про Америку. Это очень хорошо. Люди что-то вот будут о ней думать, но более-менее приближены к реальности, потому что реальность существует. Ну и здесь везет, что для меня это реализация своего творчества и какие-то просветительские функции заодно выполняет, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего разговора. Да, то есть реальность действительно существует, но, конечно, кремлевские старцы – это не простые люди, это люди, от чьих действий, решая, зависит очень многое. В этом и проблема. Вот, но я думаю, что если эти кремлевские старцы сменятся на других кремлевских старцев, или не на старцев, на таких мужчин и женщин среднего возраста, которые уже будут жить в более современной реальности, вдруг окажется, что противоречий с Америкой – это и нет. Ну, нечего делить. Есть рабочие вопросы, конфликты, которые нужно обсуждать, решать, но не из-за чего. Считать, что существует тысячелетняя Америка, тысячелетняя Россия, и между ними тысячелетний спорт. Ну, в духе, не знаю, геополитики Дугина. Это произойдет постепенно, либо будет какое-то чудо. Это подача. Я ее сейчас приму и произнесу эту фразу. Может произнести все, что угодно. Собственно, это я и хотел, если честно, услышать. Спасибо большое, Михаил. Сегодня был очень разнообразный, но интересный, я думаю, разговор. Очень содержать надо. Спасибо. Всем до свидания. До свидания. Корни и щепки. Субтитры создавал DimaTorzok